Уберечься от травм порой непросто. Иногда в травмпункте заканчиваются уличные прогулки. Бывает и так, что обычная дорога домой на работу или учебу оказывается травмоопасной. Особенно это актуально для маленьких жителей Брещины в зимний период, когда юные исследователи норовят проверить на прочность каждую замерзшую лужу, что нередко заканчивается падением и, как следствие, ушибами, вывихами, а при самом плохом развитии событий и переломами. Недосмотр взрослых за детьми и приводит к травмам. Поэтому в зимнее время количество детской травмы не очень велико, как многие думают, поскольку дети, как правило, организованы, находятся в школе, в детских садах. И травмы получаются в момент движения ребенка из школы или в школу, или в свободное от этого время. По недосмотру, опять же, еще раз повторюсь, взрослых, которые не всегда обеспечивают ребенку правильные условия для препровождения свободного времени. Представить себе человека, который сможет спокойно жить и работать с незафиксированным переломом сложно, однако и такие ситуации во врачебной практике не редкость. И подобная безответственность чревата серьезными последствиями. А потому, если, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, избежать травмы не удалось, то визит к врачу обязателен. Если запущены случаи, то иногда без оперативного лечения уже не обойтись. И тогда приходится вставлять какие-то металлические конструкции, стабилизировать издне, что, естественно, затягивает сроки лечения. И не всегда получается так, как можно было бы сделать, если бы они обратились в первое время. Неустойчивая температура воздуха, когда холода сменяются теплом, и снежный покров тает, а затем снова мороз, создает все условия для появления скользких участков дороги. Особенно важно помнить о таких зимних особенностях и соблюдать правила предосторожности детям и пожилым людям, падения для которых наиболее ощутимы. В данное время скорые и люди, и дети обращаются в первую очередь в травматологический пункт. В среднем 30-50 человек. В области на протяжении всего года с целью уменьшения количества и минимизации последствий травм проводится целый комплекс мероприятий, в том числе и информационно-профилактических. Однако главной мерой все-таки является внимательность и осторожность самого человека, а также его ответственное отношение к собственному здоровью.